Давно мы с вами ничего не записывали, летом очень тяжело сидеть за компьютером и заниматься такими вещами, погода хорошая, хочется гулять, но надо двигаться дальше, продолжим сегодня работать с планировщиком. Тема все та же, 107.2, только мы добрались с вами до части 3, а именно до асинхронного планировщика и планировщика разовой задачи. В прошлых двух частях мы с вами поговорили о стандартном планировщике, хикрон, который умеет выполнять задания по какому-то заданному расписанию, и эти две программки отличаются от него немножко, и они обязательно нам нужны. То есть цель у нас разобраться с асинхронным планировщиком и с планировщиком разовой задачи, это и есть AT-программа. Быстренький такой, коротенький слайд, значит, анакрон это асинхронный планировщик, то есть тот же самый крон, только асинхронный, можно так сказать, хотя это совсем отдельная программа. Конфигурация у него находится в файле etc.anacron.tab, у него немножко другой синтезис, если вы вспомните, у крона у нас там задается день недели, время, часы, минуты, здесь период задается в днях, задержка в минутах, затем идет ID задания и команда, я сейчас так прям рассказывать не буду, когда на Ubuntu откроем, поймете, что такое период задержки. И, значит, есть еще отметки у анакрон, они лежат в папке wars.pull.anacron, мы туда заглянем, тоже посмотрим, что это такое. И есть у нас такая программка AT, она по умолчанию, но Ubuntu не установлена, мы с вами поставим, эта программка у нас позволяет спокойно создавать разовые какие-то задачи, то есть если крон и анакрон, они работают с повторяющимися по какому-то расписанию заданиями, то AT позволяет запланировать какое-то разовое задание, не знаю, выключить компьютер, запустить антивирус, что-то там сделать в определенное время или в определенный день. У этой программы такой простенький синтаксис, три буквально команды, которые мы будем использовать. AT создать задание, AT ют смотреть задание, AT remove удалить задание. Пойдемте на Ubuntu. Итак, начинаем с анакрона, смотрим по нему на мануал, анакрон. Видим то, что это утилит, который позволяет нам периодически запускать какие-то команды. Значит, это очень удобно для тех систем, которые не работают постоянно. Постоянно у нас чаще работают сервера, если есть какие-то компьютеры, ноутбуки, или же есть какие-то сервера, которые по какой-то причине нужно периодически выключать. Например, на ночь в здании гасит свет. Тут нам может пригодиться анакрон, потому что он не поддерживает запуск заданий по расписанию, по конкретному, но он может запускать задания с заданным интервалом времени. Это очень удобно для, опять же, ноутбуков, компьютеров, которые выключаются. Например, мы говорим, что какие задачи нужно выполнять разные, какие задачи нужно выполнять раз в неделю, раз в месяц и так далее, вне зависимости от того, когда у вас был включен компьютер. То есть, например, если вы запускаете задачу резервного копирования каждые выходные, вот в кроне у вас есть задание такое, выполнять резервное копирование, допустим, по субботам. И, тем не менее, последний, скажем, не знаю, месяц у вас по субботам выключали в здании свет, вы об этом по каким-то причинам не догадывались, не смотрели логи, не логинили систему. И вы просто не знаете то, что у вас резервные копии не делаются. Через анакрон вы можете задать такую задачу, чтобы он делал резервные копии раз в неделю. И анакрон будет проверять, если за последнюю неделю ни разу не была сделана резервная копия, он ее просто сделает. При этом можно запускать команды при помощи nice, мы, по-моему, с вами еще это не проходили. Nice позволяет понизить приоритет команды, то есть то же самое резервное копирование будет выполняться, но систему загружать не сильно. Значит, давайте поглядим на задачи анакрона, какие у нас есть. Это у нас файл, как у крона есть кронтаб, у анакрона есть анакронтаб. Все довольно-таки просто. Но здесь другой синтаксис, как я и говорил. Вот это вот период. Период – это у нас частота в днях. Как часто нужно выполнять какие-то задачи. То есть здесь минимальный интервал в день. Поэтому у нас анакрон используется именно как дополнение к крону, а не как такая полноценная отдельная команда. Потому что чаще, чем раз в день, вы здесь ничего задать не сможете. Например, вот у нас он говорит о том, что нужно раз в день выполнять вот эту вот задачу. Это напоминает метка ID. Это задержка в 5 минут. То есть анакрон у нас при старте проверяет, выполнялись ли задачи те самые. Например, вот крон дейли. И если они не выполнялись, то через 5 минут после того, как он это проверил, он их запустит. Точно так же раз в 7 дней он просит запускать задачу кронвикли. Это опять же не команда. Это он просто так ее здесь называет. Сама команда у нас вот здесь вот находится. И он выполнит эту задержку в 10 минут. То же самое вот здесь вот смотрите, у него есть такое призвление monthly, потому что у нас в месяцах бывает разное количество дней. И вот эта вот переменная просто говорит о том, что раз в месяц нужно запускать задачу вот эту вот, которую он называет крон monthly. Задержка эта в 5, 10 и 15 минут после того, как он проверит, нужна для того, чтобы он на сразу не запустил все задачи. Допустим, у вас компьютер был выключен в месяц, вы его включили. И разом анакрон начнет выполнять все то, что давным-давно не было сделано. Поэтому здесь вот стоит этот интервал в несколько минут. Но вы сами должны решать, какой здесь указывает интервал. Например, если вы запускаете здесь контентивирусное сканирование в зависимости от объема дисков, а может быть следующую задачу нужно запустить через 3-4 часа. Не знаю. То есть, еще раз, много теорий я вам говорю, потому что здесь на практике очень быстро все делается. Для каждой задачи анакрон у нас определяет, выполнялась ли она в указанный период. Вот у нас периоды. Если задача не выполнялась, анакрон выполняет команду вот отсюда, через заданный промежуток времени после того, как он это проверит. Выполнив задачу, анакрон записывает дату в файл с отметкой времени. У него есть файл. Давайте я отсюда выйду. У него есть файлы, где он сохраняет отметки времени. Этот файл у нас находится в слайде. У нас есть полностью. Посмотрим все эти файлы. Папочки vars, pool. Это переменные все здесь файлы хранятся. Изменяемые часто. И здесь вы видите три вот таких вот файлика. Здесь хранится отметка о том, как, да, последний раз выполнялись эти задачи. Давайте попробуем какой-нибудь, глянем, наверное. Так, v, vars, pool, допустим, крон, точка. Ну, пусто, потому что у нас нет сюда доступа. Так, сейчас суперизаду. И видим, вот в таком формате видна отметка, когда последний раз он стол у нас выполнял. Нам так глубоко забираться не нужно. Просто знайте то, что вот здесь, вот в этой вот папке, лежит информация о задачах, когда они выполнялись. Задачи называются вот здесь вот, крон-дейли, по тому имени задачи, которая у нас находилась в файле, это c, а на крон-таб. То есть третья колоночка там была после периода и задержки названия задачи или айди. И вот по этому названию задачи вот в этой папке он создает файлы. Вот эти файлы. И в этих файлах он просто хранит отметку о том, когда они в последний раз выполнялись. Все довольно-таки просто. Осталось нам еще с вами глянуть, почему и когда запускается крон. Значит, давайте перейдем, допустим, в папочку, это c, крон, точка, дейли. То есть не крон, когда запускается, а на крон. ЛС. И здесь, помимо всех скриптов, есть еще 0 анакрон. Значит, 0 анакрон говорит о том, что у нас в первую очередь запускается именно анакрон. Цифра 0 говорит о том, что первый скрипт, который запускаться будет, это анакрон. Можем посмотреть на этот скрипт. Крат 0 анакрон. Тут ничего особенного, просто написано, что этот скрипт у нас обновляет отметки временные для анакрона. И выполняет дальше то, что у него прописано в его файле конфигурации. Вы могли заметить то, что у нас анакрон, в принципе, если мы сейчас с вами откроем его файл снова, конфигурации, выполняет задачи крона. То есть анакрон занимается кроном. И здесь наверху написано, что это заменит записи крона. Дело в том, что разные дистрибутивы по-разному обрабатывают вот это вот столкновение крона и анакрона. Кто-то дает предпочтение анакрону, кто-то дает предпочтение крону. В Ubuntu и в других Debian-подобных операционных системах у нас ETC-chron-tab, то есть стандартный планировщик крон, проверяет, если есть в системе анакрон. И если он есть, то он дает управление ему. Если анакрона нету, то он сам выполняет свои задачи. То есть как только вы ставите в Debian-подобную операционную систему анакрон, то крон отключает выполнение своих сценариев в каталогах часовых, дневных, недельных и месячных. И это позволяет нам избежать двукратного запуска задач как анакроном, так и кроном. То есть крон остается активным, он все равно обслуживает другие задачи, например, пользовательские какие-то задачи. А анакрон выполняет все то, что нужно делать по расписанию. Другие дистрибутивы, наоборот, говорят крону обновить временные отметки анакрона при старте и тем самым избежать запуска повторного задач при помощи анакрона. Если вам это будет непонятно, вы меня лучше в комментариях к видео спросите, я как-нибудь вам подскажу, если я тут запутанно объясняю. Что-то я вам как-то долго рассказывал про анакроны и решил то, что AT лучше выделить в отдельную четвертую часть, иначе мы сойдем с ума от такого долгого видео. Итак, подводим короткий итог. Анакрон у нас асинхронный крон, он выполняет задачи по заданному интервалу. В отличие от крона, который выполняет задачи по какому-то установленному расписанию.